Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики на продажу выложили набор из двух семерок за 7,5 тысяч золота. Вам предлагают Кунзе Панзера и М4ФЛ-10. За эти же 7,5 тысяч в комплекте вам положили Х5 в количестве 20 штук на все танчики и это существенно поможет вам прокачать какую-нибудь веточку. Есть не анимированный аватар, есть открытое все оборудование и два камуфляжа, но они не являются какими-то легендарными над Кунзе Панзер. Лично мне не нравится, но это мое скромное субъективное мнение, на вкус и цвет товарища нет. Что касается на М4ФЛ-10, здесь он идет анимированный. Ну, этот еще хоть как-то, но это опять-таки еще раз говорю на мое личное скромное мнение, ну и на мой вкус. Что касается ребят, у которых есть одна из этих машин или, допустим, одна из этих машин вам по определению не нравится и вы не хотите ее покупать. Вы можете взять одну из этих тачек отдельно. За М4 просят 3,5 тысячи голды, за Кунзе Панзера 4,5 и то и другое предложение, просто машина и слот в ангаре. Дороговато? Да, я считаю, что немножко дороговато для Кунзе Панзера однозначно. Ну, а что касается М4ФЛ-10, то здесь уже на любителя в отношении конкретно разреза орудия. Но будем обо всем-то по порядку. Первое, что хотелось бы сказать, что сейчас сделаем обзорчик на Кунзе Панзера. Ну, а что касается М4ФЛ-10, то буквально через часик после выхода данного видоса я выложу обзор и на вот этого вот товарища. И забегая наперед, скажу откровенно, я был очень сильно удивлен, когда узнал, что у него есть барабан с системой дозарядки. И это было действительно для меня просто огромным открытием, но к этому мы вернемся в следующем видосе. Что хотелось бы еще сказать, ребят, так это то, что на сегодняшний день 12800 человек уже подписались на мой канал, за что я им очень сильно благодарен. При этом 42 тысячи человек смотрят на постоянной основе мои видео и до сих пор не подписаны на канал. Друзья мои, эта подписка для вас лично не стоит ровным счетом ни гроша. Вы не потеряете абсолютно ничего, но вы поможете каналу развиваться. Вы смотрите мои видео уже не первый раз, а значит они вам чем-то нравятся. Пожалуйста, поддержите развитие канала, оформите подписку по вот этому желтому шильдику, я вам буду безумно благодарен. Вам это не стоит ничего, для канала это реально дополнительные глотки кислорода. Что касается Кунзе Панзера, первое, что необходимо заценить, это его орудие, все остальное будем заценивать с вами непосредственно в катке. Что касается орудия позитивного, есть минус 10, которые дают возможность все очень комфортно отыгрывать от неровностей, для того, чтобы, скажем так, иметь возможность лучше и качественнее прицеливаться. Но это не поможет вам играть от башни, от каких-то неровностей, потому что танк полностью картонный. Что касается среднего урона, 225 единиц, очень бодрая, нормальная цифра для седьмого левела, для легкого танка. И это я вам покажу потом в сравнительной табличке. Что касается бронепробития, 160, и ребят, в целом этого достаточно, если вдруг прям совсем не хватает, то заряжаете себе кумулятив и получаете пробитие на уровне восьмого левела. Что касается времени перезарядки, вот оно действительно подкачивает, не сильно комфортно, а хотелось бы лучше, хотелось бы, чтобы в районе, ну не знаю, там 5 секунд, 5,2, но однозначно не 6. 6 это очень долго, по крайней мере, в разрезе данной машины. Что касается урона в минуту, в целом, типа приемлемо, но если посмотреть сравнительные таблицы, то вы увидите, что все ребята на уровне существенно интереснее. Что касается разброса, вполне комфортно, и время сведения, типа завышенное, 3,6. Но поверьте, в бою, ну я бы сказал, крайне комфортно орудие себя показывает. Что касается, ребят, брони. Как я говорил, брони здесь нет, тут не о чем разговаривать, это сущий картон, как его не крути, может быть где-то какой-то рандомный рикошетик у вас и получится, но это просто игра вам подкрутит для того, чтобы вы горько не плакали. Поэтому ваш угол склонения орудия вниз, минус 10, да, крутой, да, комфортный, да, удобный, но абсолютно бесполезен в отношении отыгрывания от башни, потому что пробиваться она будет просто на ура всеми. И поверьте, когда я встречаю кунзепанзер в бою, я даже не выцеливаю его. Я просто нажимаю центровку и бью, куда снаряд прилетит, и я не помню, честно говоря, чтобы прям часто не пробивал его. Что касается сравнения с другими машинами. Из цикличных орудий, ребят, единственный, кто не попал сюда, это Т49 Птур. По одной простой причине, потому что эта машина когда-то давалась на покататься в пределах игрового события, и потом у всех ее забрали. Что касается барабанов, то я не вижу смысла барабанное орудие добавлять в сравнение, потому что это совсем другой геймплей. Ну а что касается цикличных орудий, то, как вы видите, ДПМ, как я и говорил, на уровне Плинтуса находится, если смотреть в пределах данной сравнительной таблички, среди легких танков. Есть такие ребята, как М41Д и М41БУЛЬДОГ, которые имеют вообще 2800 единиц. Есть 2500 у Тайпа 62, и забегая наперед, у него коэффициент фарма даже лучше. Поэтому Тайп 62 здесь, безусловно, победитель, если сравнивать с Кунзепанзером. В чем Кунзепанзеру не откажешь, так это в его Альфе. О ней я говорил, 225 единиц, это очень годно на его уровне, но все-таки время перезарядки крайне дискомфортное, если сравнивать с другими легкими танчиками. Я бы сказал так, Кунзепанзер это такой себе средний танк с подвижностью и картонностью легкой машины в нашей игре на седьмом уровне. По-другому, охарактеризовать у меня язык не поворачивается. Что касается, ребят, скорости. Здесь действительно все от легкого танка. Целых 70 километров. Прямые конкуренты это М-ки наши, М41Д, М41БУЛЬДОГ. Тут 70 и 72. Но в целом, я бы сказал, что играются по подвижности, они наравне. Что касается других товарищей, они отстают. Да, несущественно отстает ЛТТБ, но все-таки, согласитесь, показатель ниже. Все остальные ребята существенно ниже. Ну и в том числе тот же самый тип 62, который находится у нас на Плинтусе. Точно так же, как Кунзепанзер по ДПМу там лежит рядом с ним. Только Плинтуса разные, видать, по разные стенки разложены. Что касается доходности, 150% в целом это хорошо, это приемлемо, это нормально. Но Type 62 лучше имеет процент по доходу по серебру. Но все-таки семерка, ребят, согласитесь, это не тот уровень, на котором стоит прям постоянно фармить. Да, есть классные машины на седьмом левеле, но если вам нужен фармер, лучше цельтесь на восьмой левел. Что касается процента по победам, то не обращайте внимания на то, что здесь все красные по сравнению с нашим героем. Дело в том, что играли на данной машине всего 140 человек. И откровенно говоря, я думаю, что честным было бы сказать, что здесь самый объективный показатель был бы где-то в 52%. Ну это так, приблизительно опять-таки мое скромное субъективное. Ну что, обсудили технические характеристики по машине, ну а теперь давайте взорвемся в бой. Скажу откровенно, с учетом того, что Кунзе Панзер достался мне бесплатно, говорить о конкретном ценнике на данную машину мне очень сложно. Но все же, ребят, 4,5 за семерку мне кажется немножко дороговато. Я имею ввиду за вот конкретно вот эту семерку. Может и есть какие-то семерки, которые стоят этих денег, но явно не Кунзе Панзер. Честная цена на данную машину это 3,5 тысячи золота. Почему его оценили в 4,5 я не совсем понимаю. Именно исходя из того, что Кунзе Панзер я оцениваю в 3,5 тысячи это потолок, я считаю, что покупать отдельно за 4,5 это дурная затея. А вот как раз купить его в составе набора за 7,5 здесь идея уже не такая уж и дурная по одной простой причине, потому что там есть еще одна довольно интересная по своим характеристикам и веселая машина. Да, безусловно, не все с М4 и ФЛ-10 могут справиться, но все-таки, друзья, машинка для кого-то может оказаться вполне себе даже стоящей. Как я и говорил, буквально через час будет честный обзор на данный аппарат, для того, чтобы вы смогли заценить его, ну и плюс-минус взвешенно принимать решение. Ну давай, остановись на секунду. Есть. Что касается орудия, стоит отметить, что орудие очень точное, орудие очень комфортное, и вот угол склонения позволяет отыгрывать, а сейчас был тот словно известный рандомный рикошет, на который вам не стоит рассчитывать, как на постоянное значение, играя на данной машине. Так, поднимаемся чуть выше, ждем. Выцеливать серые зоны в танчиках довольно комфортно. Выцеливать ребят, которые находятся где-то за какими-то вот такими вот полухолмиками, тоже довольно комфортно. Так, сейчас я с заряжающего подлечу. Не хватило мне, чуть-чуть мне не хватило альфы для того, чтобы можно было забрать. Но согласитесь, если бы я играл на каком-то другом легком танке, то я бы забрал сейчас с него альфы существенно меньше. Так, 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 так. Попытаюсь куда-то перекинуться. Как я понимаю, все товарищи там скопились. Поеду вместе с КВ-4. Заеду как-то с тыла. Дело в том, что, учитывая картонность данной машины, у меня никогда лично не было какого-то несдержимого желания лезть на передовую. Серьезно. Ну, просто потому что, как только ты туда приезжаешь, в тебя начинают раскидывать, и практически все, что в тебя летит, оно в тебя прилетает с пробитием, с наносимым уроном, и бодро в этом абсолютно ничего нет. И ощущаешь ты себя каким-то таким, знаете, не в танке, а играя на какой-то картонной коробке из-под микроволновки. Я бы так назвал этот геймплей. А вот подкатиться вместе с кем-то, прячась за ним, допустим, как вот с КВ-4, и добирая товарищей, это довольно приятно. Вот она победа. Что-ничто, а все-таки для боя сделали. Ну и, соответственно, давайте посмотрим на результаты. Если вдруг вас интересуют дополнительные катки на данной машине, то в пределах данного видео была ссылочка, которая позволит вам перейти на другой мой обзорчик на эту же машину, и посмотреть на результаты по боям в тех боях, которые на той записи будут. Итак, что касается урона. 1350, да, ну окей, 1360 единиц урона не так уж и много. Порой получается больше, можно даже до 2000 добраться. Но, ребят, это крайне редкие бои, и рассчитывать на то, что вы постоянно будете делать по 2000 урона на нем, нет. Вот как раз где-то от 1300 до 1500 это нормальное значение для данной машины, если вы среднестатистический игрок. Что касается результатов по фарму, то обратите внимание, что за особое достижение мне дали целых 2000, и все остальное я заработал в бою. Пополнение снаряжения, пополнение амуниции в минус в минус, ну и, соответственно, чистоганом получается у нас 29700. Я бы не сказал, что это крутой показатель, это просто вы не в минусе и в таком, знаете, легком приятном плюсе. Но не вау-вау какой-то там супер крутой результат по фарму серебра. Что касается результативности по команде, то, как правило, рассчитывайте на то, что если вы 50% игрок, то вы будете где-то приблизительно там на, в лучшем случае, на втором месте. Иногда будете на первом, но, как правило, в проигрышных боях. Что же касается того, стоит ли покупать Kunze Panzer, я свое мнение уже сказал, а вы напишите обязательно в комментариях свое мнение по поводу данной машины, потому что ваше мнение очень интересно и очень полезно будет для тех ребят, которые пытаются определиться, покупать или не покупать. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.